Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. 8 февраля отмечают День российской науки. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сегодня поздравил с наступающим праздником тех, без кого не было бы открытий и достижений в самых разных сферах. Открытый диалог с бизнесом. Уполномоченные по правам предпринимателей и прокурор Самарской области провели совместный прием граждан. В нем также приняли участие глава Самары Елена Лапушкина, глава департаментов и контрольно-надзорных органов. В России изменились правила получения мат-капитала. Также его проиндексировали на 7,5%. Лучшие умы региона. В Самаре прошел торжественный концерт, посвященный предстоящему Дню российской науки. Он ежегодно отмечается 8 февраля. А в этом году Российская Академия наук и вовсе празднует 300-летний юбилей. В честь этой знаменательной даты губернатор Дмитрий Азаров вручил премии и награды региональным ученым за плодотворную научную работу. Подробнее в нашем сюжете. Весь свет самарской науки в одном месте. В фейфилармонии можно поговорить с любым гостем. И он непременно окажется научным сотрудником с уникальными разработками, автором интереснейших исследований или победителем грантовых конкурсов разной направленности. Всех их пригласили, чтобы поздравить с наступающим Днем российской науки. Очень отрадно, что государство чувствует важность российской науки, важность ученых в этом. И очень отрадно, что государство понимает, что цели национальной безопасности Российской Федерации могут быть реализованы в том числе благодаря ученым российским. Тех, кто добился наибольших успехов в своей научной деятельности, отмечали региональными премиями и наградами. Среди них доктор технических наук, профессор кафедры теории двигателей летательных аппаратов Самарского университета Валерий Матвеев. Награжден за выдающиеся результаты в решении авиационно-космических проблем. Я считаю очень здорово, что в настоящее время труд научных работников стал важен и ценен и в нашей стране, и в нашей Самарской области. Ну а направления науки, они как бы безграничны, их очень много, и все они в принципе значимы. Областные премии и награды ученым вручал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он напомнил, что именно ученые двигают прогресс вперед, создают вещи, которые помогают людям в обычной жизни. Упомянул и активную поддержку сферы на федеральном и региональном уровнях. Так, в регионе в рамках нацпроекта «Наука и университеты», реализующегося по решению президента Владимира Путина, создается международный межвузовский кампус у стадиона. Он позволит объединить усилия ученых и даст им площадку для будущих свершений. Завершая свою речь, Дмитрий Азаров еще раз поздравил гостей с наступающим праздником. Поздравляю всех, кто своим трудом, талантом, трудолюбием заслужил и наше уважение, и благодарность, и награды. Я рассчитываю на вас во всех смыслах, не только в плане технологического суверенитета, но, конечно же, и в воспитании настоящих патриотов нашей страны. Я желаю вам успехов в ваших изыскании, непременно реализации, воплощения в жизнь, а значит, внедрения ваших идей и технологий, и, конечно, мирного неба над головой. К своим коллегам по видеосвязи обратился и вице-президент Российской академии наук Михаил Пирадов. Учреждение в этом году отмечает 300-летие. Указ о создании академии был подписан императором Петром I в 1724 году. Значение этого праздника уже давно вышло за рамки сообщества ученых. Можно сказать, что праздник этот общий национальный. Как однажды отметил президент России Владимир Владимирович Путин, научный минус – это часть нашей общей российской культуры. Завершилась торжественная церемония концертом Государственного Волжского русского народного хора имени Милославова. Андрей Грагуленко, Игорь Казановский. События. Диалог бизнеса и власти. Глава Самары Елена Лапушкина приняла участие в традиционном приеме предпринимателей. Его провели бизнес-омбудсмен Эдуард Харченко и прокурор Самарской области Сергей Бережицкий. С какими вопросами пришли предприниматели и как подобные приемы помогают решить проблемы бизнеса и ИП, расскажем далее. Вышли на открытый диалог. В Самаре состоялась встреча предпринимателей с сотрудниками контрольно-надзорных органов, представителями власти и общественных организаций. Традиционно подобные приемы проходят два раза в год в крупных городах губернии. Их проводят совместно прокурор области Сергей Бережицкий и бизнес-омбудсмен Эдуард Харченко, чтобы выявить и помочь решить основные проблемы предпринимателей. Наша задача – это открытость и доступность. Предприниматель должен понимать и знать, что он может всегда обратиться, он может всегда получить на свой вопрос ответ. А главное, сейчас уже по итогам трех лет нашей совместной работы предприниматель четко понимает, что они могут задать вопрос напрямую и получить на него ответ. Наиболее частичные проблемы касаются заключения соглашения по вывозу ТКО. Проблема наиболее часто приносима – это налоговое законодательство для предпринимателей, это оплата государственных и муниципальных контрактов. Только за 2023 год мерам прокурорского реагирования предпринимательского сообщества покажется задолженность свыше 200 миллионов рублей, которая образовалась по государственным и муниципальным контрактам. Встреча прошла в Самарском центре «Мой бизнес». На нее пригласили главу города Елену Лапушкину, руководителей профильных городских департаментов, начальника Роспотребнадзора, налоговой службы, МЧС и других ведомств. На встречу пришли более 20 предпринимателей Самары и области. У предпринимателей традиционно много разных вопросов, которые их беспокоят, и в том числе в части взаимодействия с надзорными органами, с прокуратурой. Конечно, это свидетельствует об открытости, о возможности быстро решать вопросы, которые тревожат самарский бизнес. В этот раз представители бизнеса обратились за помощью в разъяснении работы налогового законодательства программ льготного кредитования для малого и среднего бизнеса для реконструкции здания. Звучали такие темы, как тарифные ставки, формула оплаты за технологическое присоединение к электрическим сетям для нестационарных торговых объектов. Один из предпринимателей обратился к главе Самары с вопросом о разграничении сферы ответственности управляющей компанией и арендаторов по уборке и содержанию прилегающей территории, если объект находится в многоквартирном доме. У вас есть договор с управляющей компанией, которая обслуживает дом, в котором находится ваше предприятие, правильно? Да. Зона ответственности управляющей компании. В то же время, по словам главы города Елены Лапушкиной, в рамках муниципального контракта, который отвечает за работу по содержанию автомобильных дорог, муниципальное предприятие благоустройство убирает газон и тротуар вдоль дома, где находится предприятие. Задавали вопросы, связанные с повышением налога на имущество, в частности, нежилых помещений, включенных в перечень объектов административно-делового и торгового назначения. Предпринимателям разъяснили, что суммы рассчитанного налога могут зависеть от переоценки кадастровой стоимости объекта. Поскольку у нас таких обращений все больше и больше, мы СМИ провели уже ряд встреч по поиску решения по проверке объективности нахождения в перечне таких объектов, потому что решить вопрос иначе, чем оспаривание кадастровой стоимости, либо исключение объекта из данного перечня невозможно. Одна из важнейших тем встречи – снижение административного давления на бизнес. В стране с 2021 года проходит реформа контрольно-надзорной деятельности, в результате которой сократилось число проверок МСП. Только за 2023 год прокуратурой области было отказано в согласовании 70% проверок бизнеса. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, События. В Самаре продолжается борьба с последствиями снегопадов. На совещании, прошедшем в Департаменте городского хозяйства и экологии, службам благоустройства и коммунальным организациям было поручено уделить особое внимание очистке скатных кровель домов и не снижать темпы работ по вывозу снега. Подробности в нашем сюжете. Менее чем за неделю февраля текущего года в Самаре выпало более 15 миллиметров осадков, что превысило уже треть месячной нормы. Сейчас в Самаре потеплело до нуля. Активно тает снег, ночью, когда температуры уходят в минус, образуется наледь. Профильным предприятиям и организациям поручено большее внимание уделять координации работ и нарастить темпы уборки. Не только наземных территорий. Автогидроподъемник, теплая экипировка, каски, страховочные привязи, ограждение участка. Все, что нужно, чтобы обеспечить эффективную работу по расчистке кровли. Каждый год привязи у нас проверяются Ростехнадзором, чтобы все соответствовало, чтобы все было безопасно для нас, для людей. Тосунки висят, проходные дворы у нас. Дорога проходная, приходится каждую неделю чистить, пока не сойдет снег. На совещании, прошедшем в Департаменте городского хозяйства и экологии, управляющим организациям указали на необходимость более эффективного взаимодействия с подрядчиками, занимающимися расчисткой уличнодорожной сети. Зафиксированы случаи, когда снег сбрасывали с кровель на уже очищенные тротуары. Сегодня эти территории поручено привести в порядок. Расчистка автодорог продолжается непрерывно, в две смены, дневную и ночную. Работа ведется максимально интенсивно там, где высокий трафик и ходит общественный транспорт, где имеются подъезды и подходы к учреждениям социальной сферы, промышленным предприятиям. При этом дороги других категорий, конечно же, также включаются в график. Однако есть места, куда техники не подступиться, мешают припаркованные автомобили. Профильные службы просят владельцев с пониманием отнестись к ситуации и обращать внимание на дорожные знаки. В противном случае, если машина припаркована с нарушением, водителям грозят серьезные штрафы. Перемещение автомобилей на штрафстоянку. С точки зрения уличной дорожной сети, за последнюю неделю организована совместная работа с дорожной службой и с органами ГИБДД по эвакуации. Согласовывается план, соответственно, там, где вывозка идет под знаками, если автомобили находятся, их эвакуируют. В прошлые сутки у нас 19 автомобилей эвакуированы, в эти сутки 15 автомобилей. Во дворах решить эту проблему запаркованности для организации расчистки значительно сложнее, говорят специалисты. Здесь остается только надеяться на сознательность жителей. Важно соблюдать правила парковки и своевременно реагировать на просьбы временно убрать машину. От этого напрямую зависит эффективность расчистки дворов и подъездов к контейнерным площадкам. Также профильные службы продолжают приводить в порядок придомовые территории. Особое внимание уделяется выходам из подъездов пешеходным дорожкам. По состоянию, на утро 6 февраля было очищено более 60% придомовых и неразграниченных территорий. Более половины всех территорий обработано противогололедными материалами. На данные участки обслуживания сегодня направили 106 единиц техники, жилищных организаций и районных МБУ. Адресные работы, в том числе по устранению недочетов, продолжаются. К нерадивым управляющим организациям применяют меры. Так, с начала календарной зимы администрациями внутригородских районов Самары составлено 203 протокола в связи с ненадлежащим содержанием кровель и наземных территорий. 169 протоколов уже рассмотрено, наложены штрафы в сумме 948 тысяч рублей. Кроме того, 268 материалов направлено для принятия мер прокурорского реагирования. 28 в ГЖИ Самарской области. Всего же в дневную смену на всех территориях города, на улично-дорожной сети, в общественных пространствах, на дворовых и внутриквартальных участках сегодня трудились 3297 уборщиков. Выведено 330 снегоуборочных машин. Андрей Бессонов, Ксения Баканова, Николай Епифанов. События. Новые правила материнского капитала введут в 2024 году. Об этом рассказала начальник отдела регистрации объектов недвижимости жилого назначения Управления Росреестра по Самарской области Ольга Герасимова. С 1 февраля материнский капитал в России вырос. Его проиндексировали на 7,5%. Также с 1 января уточнен перечень лиц, имеющих право на эту меру государственной поддержки. С учетом поправок денежная выплата будет полагаться только лицам, имеющим гражданство Российской Федерации на момент появления ребенка, независимо от их местожительства. И только в том случае, если ребенок является гражданином России по рождению. При этом действие данных поправок не распространяется на граждан России, не имевших гражданства Российской Федерации и постоянно проживавших на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на день рождения ребенка по состоянию на день принятия в Российскую Федерацию указанных Республикой областей и образования в составе Российской Федерации новых субъектов. Аналитики определили марки и модели автомобилей, с пробегом которые быстрее остальных снимают с продажи. Лидером по этому показателю в сегменте масс-маркета стали марки Kia и Geely. Их снимают с продажи в среднем через 29 дней. Следом идут Ford и Cherry. На пятом месте удерживается Deo. Автомобили бренда еще весьма востребованы на нашем рынке. Продукция отечественной Lada продается в среднем за 36 дней. Средний класс демонстрирует схожую динамику по скорости продажи от 30 до 35 дней. В этом сегменте лидируют Nissan и Volkswagen. А бронза среднего сегмента досталась еще одному японскому бренду Mazda. На четвертом и пятом местах обосновались Kia и Ford. В классе Premium скорость продажи заметно ниже. Потенциальным покупателям требуется больше времени для принятия решения о дорогостоящем приобретении. 45 дней в среднем проходит между публикацией и снятием объявления о продаже Volvo. На 5 дней больше размещаются модели Audi и BMW. Mercedes-Benz немного отстает от основных конкурентов со средним результатом 55 дней. Финальное место в пятерке отошло бренду Lexus с результатом 58 дней, сообщает пресс-служба Яндекса. Три общественные территории промышленного района вошли в топ-20 пространств, которые были выбраны жителями. Территории будут выдвинуты на всероссийское голосование. Победившие парки, скверы и бульвары благоустроят в 2025 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Жители промышленного района обсудили дизайн проекта дальнейшего благоустройства общественных пространств по нацпроекту «Жилье и городская среда». Были представлены три территории – сквер имени Калинина, сквер памяти ветеранов и парк «Воронежские озера». Лилия Бровкина живет рядом с Воронежскими озерами. Вместе со своими соседями она хочет сделать парк лучше, чище и красивее. Ну как же, наши жители переживают. Мы переживаем, чтобы наша территория была благоустроена, красивая, где могли бы. Всем места хватало, то есть и пожилым людям, молодым мамам. Территория промышленного района в последние три года занимает первое место во всенародном голосовании. За это время благоустроили две очереди парков – «Молодежные» и «Воронежские озера». В этом году к реализации запланирована третья очередь этих пространств. У нас благоустраиваются общественные пространства, территории. Парк «Молодежный», парк «Воронежские озера» были благоустроены именно благодаря этой программе. Люди видят результат, когда они голосуют, и сразу же видят, что да, вот действительно, пожалуйста, мы проголосовали, и вот у нас на следующий год появился замечательный парк «Молодежный». Конечно, людей это воодушевляет, и они с удовольствием продолжают активно участвовать в этой программе. На обсуждении каждый житель смог высказать пожелания и предложения по благоустройству территорий. Они будут внесены в доработанные дизайн-проекты. «Остановились подробно на каждой общественной территории. Жителями района были высказаны определенные пожелания с целью того, чтобы учесть на данной территории. Прошел конструктивный диалог. Те замечания, предложения, которые были озвучены, они, собственно, будут отражены в проекте, в протоколе общественного обсуждения, и будут рассмотрены на заседании общественной комиссии». Общественные обсуждения проходят во всех районах Самары. Какие территории преобразятся в 2025 году, решат сами жители. Светлана Кудрявцева, Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События. Ежегодно в феврале во многих странах отмечается Международный день безопасного интернета. Всемирная сеть дает много преимуществ современному пользователю, однако несет и немало рисков. Как обезопасить себя, узнала у жителей города и у эксперта Ксения Баканова. Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. Там мы находим нужную информацию, общаемся с друзьями и узнаем последние новости. Однако вместе с возможностями приходят и определенные риски. На просторах Всемирной сети орудуют мошенники. Они стремятся получить доступ к личным данным, аккаунтам в соцсетях или банковским картам. Как же обезопасить себя? У самарцев есть свои рецепты. Не вестись на то, что тебе сейчас заплатят какие-то деньги за переход по ссылке. Понятно, не вводить никакие свои данные карты ни в коем случае. Не переходить по подозрительным фишинговым ссылкам. И помнить, что бесплатный сыр только в мышеловке. Каждые две недели, собственно говоря, проверять телефон, чистить от какого-то мусора, установить в социальных сетях двухфакторную аудиофикацию для того, чтобы заходить по СМСке. Ну и никогда, собственно говоря, не переходить по ссылкам даже от знакомых людей. Современные телефоны сейчас обеспечивают возможность своевременной блокировки этих сайтов. Ну, либо я наивная, либо так оно и есть. Аккуратно. Значит, интернет – это тоже такая не супербезопасная сеть, которая мошенничает, везде, они всюду. Заходить четко по своим требованиям, функции выполнять. Я не захожу, отключаю все звонки, которых я не знаю, незнакомые, потому что однажды я попалась на удочку, и все, теперь я очень осторожна. В первую очередь, всегда проверять адресную строку, и там вроде есть в каждом браузере такая пометочка, то, что безопасное соединение вроде, если я не ошибаюсь. Вот. Ну и если вам кто-то пишет там ВКонтакте и кидает ссылку проголосовать, лучше не надо голосовать. Специалисты говорят, не существует программ, которые могли бы полностью уберечь пользователей от киберугроз. Здесь стоит надеяться только на себя. Если вы не знаете точно, кто это звонит, вы не можете быть в этом уверены на 100%. Лучше всего просто игнорировать. Ни в коем случае не открывать письма. Звонки тоже лучше сбрасывать. Есть надежный способ проверить. Просто перезвоните. Тогда вы наверняка узнаете, кто на другом конце провода или за экраном монитора. Ксения Баканова, Николай Сидоров, События. Баскетболисты Самары не смогли пробиться в плей-офф Единой Лиги по итогам первого этапа. Теперь самарцы с семью соперниками разыграют две оставшиеся путевки в решающие матчи во втором раунде чемпионата. Тольяттинская «Лада» продлила серию поражений до трех игр, а Диана Шнайдер выиграла свой первый теннисный турнир на взрослом уровне. Подробнее в спортивной рубрике. Баскетболисты Самары завершили первый этап Единой Лиги. В заключительном матче волжане на выезде встречались с Пармой. После неплохого начала самарцы позволили соперникам выйти вперед, а затем и вовсе оторваться в счете. После перерыва гости перезагрузились и вышли на вторую половину с другим рвением. Это позволило вернуть себе лидерство, которое самарцы не упускали уже до финального свистка. 77-68 победа Самары. Но она ничего не изменила в турнирном плане. Болжане остались на седьмом месте. И на втором этапе будут среди восьми команд, которые разыграют два оставшихся места в плей-офф. Хоккеисты «Лады» в матче КХЛ дома принимали нижнекамский нефтехимик. В первом периоде порадовать болельщиков у тольяттинцев не получилось. Был лишь один хороший момент, но «Алтыбармакяну» не хватило точности. А затем и вовсе начался ужасный отрезок. Почти перед самым перерывом и на старте второго периода гости смогли четыре раза пробить голкипера «Лады». После этого хозяева устроили настоящий штурм ворот нижнекамской команды. Удалось даже забить две шайбы, но большего сделать не получилось. Поражение 2-4. Оно стало третьим подряд для тольяттинской команды. В таблице «Лада» опустилась уже на седьмое место восточной конференции. Уроженка Самарской области Диана Шнайдер завоевала свой первый трофей на взрослом уровне. Она стала чемпионкой турнира категории WTA 250 в таиландском Хуахине. По ходу соревнований она обыграла испанку Паулу Бадосу, венгерку Далму Галфи и китаянку Синью Иван. А в финале переиграла еще одну представительницу Китая Линчжу 6-3, 2-6, 6-1. Благодаря победе Диана поднялась в мировом рейтинге на 35 позиций и теперь занимает 73 место. Другая уроженка Самарской области Дарья Касаткина успешно начала выступление на теннисном турнире в Абудабе. В матче первого круга соревнований более престижной категории WTA 500 она переиграла Диан Парей из Франции 6-4, 5-7, 6-4. Встреча продолжалась два с половиной часа, за это время Дарья сделала четыре подачи на вылет, четыре двойные ошибки и взяла пять сетов на подачи соперницы. В следующем матче Касаткина будет играть против Эшлин Крюгер из США. С 8 по 12 февраля Самарская область примет чемпионаты первенства Приволжского федерального округа по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. Соревнования пройдут в Тольятти в физкультурно-спортивном комплексе «Батут», возведенном в 2020 году по федеральному проекту «Спорт. Норма жизни. Нацпроекта. Демография». В 2024 году «Батут» впервые принимает соревнования окружного уровня. В соревнованиях примут участие 250 спортсменов из семи регионов ПФО в пяти возрастных категориях. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация Самары в телеграм-канале «Вести с Дворянской» сообщает, что вышло новое мобильное приложение «ГИС ЖКХ» – «Госуслуги.дом», которое поможет вам решить все вопросы ЖКХ через смартфон. В приложении вы сможете передавать показания и следить за историей расходов. Направлять заявки в управляющую организацию и оперативно получать ответ. Просматривать и оплачивать счета за ЖКУ. Участвовать в юридически значимых общедомовых собраниях онлайн. Получать новости от управляющей компании. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки в телеграм-канале сообщает, кто может стать приемными родителями. Это люди, которые заключают договор о приемной семье с органом опеки и попечительства. Будущие приемные родители должны быть совершеннолетними и дееспособными. Они могут состоять в браке, а также быть одинокими. Приемными родителями не могут стать люди, лишенные родительских прав, а также больные алкоголизмом или наркоманией, отстраненные от опекунства и бывшие усыновители, судимые за преступления против жизни, здоровья, чести, половой неприкосновенности, не прошедшие подготовку. Здесь исключение делают близким родственникам и имеющим опыт опекунства. Администрация Самарского района сообщает о том, что более 6,5 тысяч общественных и дворовых пространств в этом году по всей стране преобразятся благодаря федеральному проекту формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется по решению президента России. В целом, в рамках нацпроекта с 2019 года в Самарской области обновили 2376 территорий, из которых 462 в 2023 году. Важный фактор – формирование комфортных городских пространств, участие местных жителей в процессах благоустройства. Одним из инструментов является всероссийское голосование за объекты. В 2024 году оно пройдет уже в четвертый раз. Сейчас идет набор волонтеров, которые будут сопровождать голосование и информировать граждан о возможности принять в нем участие, а также тех проектах, которые выносят на обсуждение. Волонтером может стать любой желающий старше 14 лет. Для этого необходимо пройти регистрацию на платформе добро.рф. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках, в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова